привет дорогой зритель моего канала да да именно ты для тебя я и делаю это видео собственно если не подписан подписывайтесь сегодня у нас 9 день с момента установки ультрафиолетовой лампы вот этой лампа на 72 ватта ух ты смотрите кого нашел . висит тут на прожекторе вот сегодня 9 день ну как бы вода стала но лучше лучше я по крайней мере начинаю видеть вот трубу которая вниз черный лед еще вчера я ее не видел а сейчас уже вон она начинает просвечиваться можно увидеть куда вниз уходит вчера я ее не видел просвет лучше да но как бы хотелось чуть чуть побыстрее но частота воды чистая вот такого сероватого оттенка но по крайней мере сегодня ну прогресс за сутки это вот начала виднец вот этого черная труба это радует ну также рыба на дне плавает глубина здесь 65 или 70 сантиметров вот поэтому так холодно у нас на улице плюс 4 плюс 5 градусов перестал я насыпать в кормушку бункерную в эту маятнику сейчас только вот так просто кидаю я буду сама отслеживать сколько она ест рыба ну и чтобы заснимать для вас специально видео чтобы видите рыбку а чтобы видите надо приучить что я когда захожу сюда чтобы она понимала что я ее кормлю вот поэтому будем делать так у меня просили сделать обзор вот этой кормушки ну вот собственно это 110 труба с переходом на 50 трубу внутри она выглядит так просто саморез вот саморез да просто посередине вкручен это электрод тройка насколько я помню тройка или двойка тройка тройка надета сверху шланг от механического фильтра питьевой воды ну который в домах стоит вот уходит на дно сантиметров ну на 20 веру так и просто крышечка нашел железную дырку или проект проделал спокойно болтается а снизу вот хамутить хамутить шапочку чтобы она вниз не опусталась и держалась на определенной высоте вот и все они его так делают туда-сюда икона ссыпается вниз все сверху здесь просто за просто загнут электрод чтобы чтоб держался вот и все элементарная система единственно что ее нельзя подвешивать чтобы она вот так болталась иначе они будут трогать вот эту этот механизм да и она будет болтаться кормушка вместе с тем как они двигают поэтому нужно какое-то жесткое крепление как-то не знаю либо с берега да вот ее крепить жестко либо же чему-то но чтобы она жестко держалась то вот это была часть неподвижная а вот это вот болталась ну как бы двигалась в разные стороны вот собственно так что еще нового но пока ничего все жду когда придет мне вдохновение снова что-то помудрить системы завтра кстати поеду заберу такие вот сеточки пришли на 200 и на 300 микрон посмотрим у нас очень большая дискуссия была что 200 300 микрон это больше ячейка чем 150 то что у меня сейчас ну посмотрим я же говорю вот там допустим 100 микрон видно вот этот насос да вот так через сетку а если 200 300 микрон то уже не видно такая мутная то есть почему я выбирал 200 300 микрон потому что это ее не видно соответственно но ячейка значит там меньше должна быть не спорю то что может быть там 80 40 микрон там 60 микрон меньше ячейка чем 150 но я ориентировался при покупке именно на на фотке которые там были указаны так что вот такие вот дела завтра приема поставлю если как это как сказать больше ячейка да ну значит сначала 300 микрон поставлю 200 микрон и вот 150 короче три в одном будут пакеты и хрен бы с ним что я фильтрует в любом случае будет мощная фильтрации вот я думаю насчет вот этого узла но чтобы мне о нем хорошо подумать мне нужно открутить вот эту крышку сам этот кран я просто не знаю какая там резьба там резьба вот такая как на 50 трубе да то есть смогу ли я накрутить трубу это либо же я смогу прямо туда вставить 50 просто трубу и она будет сливаться вот кто знает напишите в комментариях буду очень признателен но чтобы мне туда ее вставить не нужно вот этот куб осушить минут куда-то воду вылить а вылите я смогу ну или впрут я не смогу меня просто куда-то и и на улицу выкачать вот так что вот так и почему я хочу это сделать хочу там дно сеткой ну какой металлический закрыть чтобы для загрузки не сливалась не высыпалась трубу и засыпать это биозагрузкой и чтобы сверху вот так через эти мешки стекала вода на я загрузку капала там на биозагрузке ну всякие микроорганизмы развивались и фильтровали воду вот хочу так малёчек плавает давно малька не видел сюда все время там где-то тусит на дне печаль карасик вот так что такие дела лампа работает да я доволен лампой то что установил спасибо кто советовал спасибо кто советовал самого начала и оставить вы более правильное решение предложили нежели известью обрабатывать там нежели озонатор ставить у месяц второй день не работает озонатор вот ну я уверен что это как бы чуть хуже для системы потому сразу но он и в африке озон но пока так пока руки еще не дошли его вот врезать сюда чтобы он работал я вот думаю наверное трубку вентуре я все-таки сюда вставлю и через нее пускай естественным способом она засасывается так 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 ну ничего скоро уже осень холода рыба перестанет есть и будем просто наблюдать вода очистится в любом случае вода будет кристально чистой солнце будет меньше фильтрация лучше поэтому выбора нет вода станет чище скорее всего отключу вот этот компрессор потому что ну как бы он хорош да но сейчас я не вижу смысла потому что вода очищается насыщается из-за того что там подсос идет да когда сливается вода засасывает воду проходит здесь вот по системе здесь поток есть ну то есть все что надо есть так что пока думаю оставить или не оставить убрать не убрать вот рыбка тут но собственно такие дела вроде процессом доволен особенно мне нравятся вот эти вот эти вот водоросли которые растут они как велю красивая пленка красивая стала такая как велю ну и рыбка там что-то поедая там же ворсинки на ворсинках тоже появляются всякая зоология которым они питаются спасибо что досмотрели до конца подписывайтесь кто не подписался ставьте лайки комментируйте давайте обсудим в комментариях и увидимся в новых видео всем пока